МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Желаем вам вот этой женственности побольше, желаем больше ярких красок, чтобы ваша жизнь была наполнена каждую минуту только радостными моментами. Ну и, конечно же, мы хотели бы с вами поговорить о истории нашего славного города. Расскажите, с чего начиналось и к чему вы приложили свои руки? Я, конечно, не являюсь первостроителем. Я приехала в Ангарск в 1962 году. Уже старая часть города была построена, микрорайонов еще не было. Я нашла управление строительством, пришла и говорю, я работала на жилье, на соцкульпт-быте, меня, пожалуйста, на жилье определите. Он посмотрел, в СМУ-5 нет вакансий, мы вас направляем в СМУ-3. А СМУ-3 – это промышленное строительство. И вот с 1962 года наша жизнь началась на нефтехимическом комбинате. Мы строили от и до, мы построили все НПЗ, прошли, прошли весь комбинат, много очень секретных цехов делали. Ну, в общем, работа была, конечно, кипела вся. А Николай Иванович Верхолатов к нам пришел в 1967 году. А Николай Иванович – это… Верхолатов, это наш бригадир. Ага. Да, бригадир Николай Иванович Верхолатов. До этого он работал в бригаде Чернова. Когда у нас бригадир ушел на пенсию, его поставили в нашу бригаду. У нас в бригаде было 25 девчат. Большинство были со средним образованием. И он один среди девчат? Он один. Он так волновался, что, говорит, ничего не получится. Они все грамотно, разряды одинаковые. Что у него, что у нас, разряды высокие все. Мы говорим, Николай Иванович, все получится. И началась у нас работа. В 1967 году как раз был призыв, чтобы в бригаду мы включили героя Советского Союза. Это был 1968 год. Горнаев погиб в 1967 году, 6 августа 1967 года. А мы в 1968 году его зачислили членом бригады Верхолатова. По приказу он у нас проходил штукатур-маляр 2-го разряда. И нас стали называть горнаевцами. У нас была бригада имени героя Советского Союза, летчика-испытателя Горнаева Юрия Александровича. Возможно, кому-то из вашего женского коллектива бригадиром. Либо доверяли полностью. Бригадир был как душа нашей бригады, понимаете? Он понимал всех людей, всех девочек он понимал. Он знал, когда на какие работы ставить кого, понимаете? Где тяжелые, где легкие. Он все знал. Он как отец у нас был в бригаде. Я вот вижу, что у вас фото. Можно мы его тоже покажем? Да, это Николай Иванович. Это Николай Иванович, как раз, ваш бригадир. Я халат, да. Вот он бригадир еще. Он обладал таким большим запасом душевного тепла. Он настолько располагал всегда к себе. Вот мне приходилось с ним общаться постоянно. Писала много о них там, да? Удивительный. И, конечно, в таком женском коллективе бригадир должен быть психологом. Чем он и являлся. С чем он и являлся. С чем началось знакомство с ним? Вспомните какую-нибудь историю? Веселую, а может быть не веселую, а может быть такую... Лирическую? Да, лирическую. Как вы познакомились с ним? Когда у нас появился герой, у нас песня была про летчиков. Он написал слова. Юрий Александрович написал слова, и у нас это была песня. Он погиб 6 августа 1967 года во время тушения пожаров во Франции. Он был на выставке в Ле-Бурже, представлял наши вертолеты. И когда закончилось вот это вот, его пригласили, а тогда горели Версальские леса во Франции. И они попросили Горнаева помочь в тушении пожара. И вот коллектив 7 человек, они тушили пожары. Справа, да? Это просто романтики. Все мы немножечко мечтатели. Скорее романтики, чем математики. Просто мы все испытатели. Мы изыскатели небесных трасс. Припев. Мы учим летать самолеты. Мы учим и страх побеждать. Такая у нас работа. Такая у нас работа учить самолеты летать. Все правильно? Под наш гимн был бригады. Когда мы собирались, когда-то отмечали мы праздники, мы всегда эту песню пели. Расскажите, пожалуйста, что у вас за награды, что за ордена такие? В общем, эти награды все нам вручали вместе с Николаем Ивановичем. Николаю Ивановичу первому вручили орден Октябрьской революции и орден Красного Знамени. Это были годы 1971 год. За дополнение соцобязательств. Нам давали план. Нам давали план. Мы работали от и до. У нас перекуров не было, как говорится. Вот обед и все. Дали план. Надо выполнить его сегодня. Мы пятилетку раньше выполняли. На полгода, на год. У Николая Ивановича даже четыре знака, четырех пятилеток он награжден. Ну вот в 16-м году мы встречались с Валентиной Ивановной. Был день рождения. Вся бригада пришла. Вся бригада пришла. Вот коллектив. Нет, так его надо поднять вот так. Вот бригада наша вся. Строительный. На объекте этого прямо. Скажите, на верхней. Себя, где вы? А? Наверху? На верхней фотографии. На верхней фотографии. Вот на этой? Да, да. Ну, меня нету. Я где-то там стояла. В общем, руководством занималась. А это уже вот 16-й год. А это вот 16-й год. Вся бригада собралась уже у нас. Честно. Да. Представляете, насколько вы дружите. Расскажите, пожалуйста, вообще, как вы газеты, вы писали о том, что делают бригады. Ну, да, я после времянки пришла работать в ангарский строитель. И, ну, так как-то самый трудный был такой отдел, промышленное строительство. Не очень там хотели как бы особо работать. Надо было ездить по пусковым. Холод, в дождь. И в середине 70-х я с ними и познакомилась на ПВД. Была такая установка, да? Помнишь? Мы с тобой в 62-м году познакомились. Ну, мы-то с ней, да, очень давно. Ну, то есть вы работали при управлении строительства? Да, да, да. Мы с ней просто работали и дружились. И она работала только комсомолит. Органом управления строительством. А, то есть, да. Это при управлении строительством было. И поскольку она была органом управления строительством, естественно, я вела там промышленный отдел. Ну, потом уже все отделы пришлось там вести. Ну, насколько вы тесно общались вот с бригадой? Ну, мы познакомились с Неллей Васильевной. Ты Васильевна, Нелля? Да, общежитие. Мы с ней познакомились в 62-м году. Да, в 47-м квартале. В 63-м, наверное, я приехала в Ангарск. Я жила в общежитии комбината, а она жила в общежитии строителей. Поэтому у нас были общие знакомые. Был вот Володя Фирсов, который был журналистом и довольно известный был в Иркутске. Вот, Иван. Тарасенко. Да, Тарасенко. Ну, и мы познакомились ей с тех пор. А потом я, когда пришла на стройку, можно сказать, свои люди. Она уже как свояла назвала. Это здорово. Тарасенко, Ирина Ивановна. А вы как оказались вомер? Ну, видимо, семейные такие обстоятельства сложились. И мне пришлось ехать к родственникам, оставить культ просветучилище в Барнауле и таиться здесь. Из Барнаула? Да. Культуру на строительство? Уже когда сюда приехал, одеваться было некуда. И мне пришлось идти работать, потому что содержать меня было некому. А вы в детстве мечтали стать артисткой? Или балериной? Ну, там не балериной, не артисткой. Культ просветучилище – это… Вообще-то отделение было завклубами такое. Вот там я училась. Завклубами – это что значит? Ну, там, в сельском… Сельские клубы. Заведующие клубы, но директора сейчас. Я сюда пришла. Работала я не так долго там. Но бригада – все учились, ребята. Все. Кто учился в вечерней школе, кто в высших образовательных учреждениях учились. С бригады вышли очень хорошие мастера, прорабы, сметчики. Кто еще у нас там? Ну, в общем, вот так. Учились все. У кого не было среднего образования, заканчивали лечебную школу. А у кого было это образование, все ушли в техникумы, институты. 17-й год. 100 лет комсомола, как говорится. И вы яркие воспитанники той комсомольской системы. Расскажите, как вы отмечали эту дату? И, возможно, что-то решалось? И какие-то цели и планы на будущее строились? Ну, естественно. Да, конечно. Бригада была. Там никто не пил, не курил. Не это вообще. Супер. Все вот такие были. Прибегали, на работе учили. Ну, и тому подобное. Вот мы только что были на комсомольском этом. Тамара Ивановна, скажи. Тамара Ивановна, рассказывайте. Сегодня можно только пожалеть о том, что мы потеряли и ушли в прошлое такие коллективы. Это была семья. Да, да. Люди работали по схеме прежде думая о родине, а потом о себе. Бригада 25 человек. Это бригады, которые работали на отделке промышленных предприятий. А если взять тех, кто работал на отделке жилья у нас. Это были семьи. Это люди были, которые помогали друг другу. У которых не было ни зависти, ни злости по отношению к друг другу. Очень дружные. Они подтвердили, девочки, что они встречаются и до сих пор. Мы смотрим на вас и действительно можем понять, что вы те яркие представители прекрасной половины нашего человечества, которые могут доказать, что они не просто красивые и приятные, а что они еще могут создать огромные проекты и приложить к этому немалые усилия. Поэтому вам за это спасибо большое. Наш город, вот такой, какой он есть, отчасти благодаря вам. Вас всех с наступающим 8 марта. Ну и, конечно же, с прошедшим юбилеем. Вот с благодарностью, что вы пришли к нам в гости и с благодарностью за все ваши творения. Неля, бери, а у меня тебе подарок – таежный чай. Так что все, кстати. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова